Привет гостям, подписчикам моего канала, на связи Игорь Северов. Ну в ту пору, когда деревья были выше, трава зеленее, а небо голубее, заветной мечтой любого барда была американская гитара, Овейшин, Мартин. Но с тех пор, ребята, утекло много воды, трава стала жухлой, деревья поникли, а фирмы Овейшин и Мартин перенесли свое основное производство из Соединенных Штатов Америки в Мексику, Корею и Китай. И ребята, они не просто перенесли свое основное производство, а они построили там новые заводы. И сейчас, ребята, сравнивая американские гитары Мартин и Овейшин с их корейскими и китайскими аналогами, я вам могу сказать одно, китайские, корейские, мексиканские Мартин и Овейшины, они не просто там лучшими, чем американские, они вообще там на глобально другом уровне выполнены. Потому что на заводах, которые построили в Мексике, Корее и Китае, там применяются совершенно новые станки с числовым программным управлением, современные технологии отбора и сушки дерева и современные технологии работы с лакокрасочными материалами. Ребята, посмотрите, вот это Овейшин производство Китайской, ребята, Народной Республики у меня в руках. И их у меня сейчас, по-моему, три Китайской Народной Республики. И я вам могу сказать, ни к одному китайскому Овейшину по качеству сборки, по акустическим свойствам, по применяемым материалам вообще никаких вопросов нет. То есть ни один китайский Овейшин не требует никакого вмешательства гитарного мастера. И как бы некоторые у меня достаточно уже продолжительное время находятся, то есть, по крайней мере, не меньше года нового состояния. Никакие вот эти перепады, хотя я и на всякий случай храню их с увлажнителем, но фактически никакие перепады нашего климата, температуры, работы батарей, на них абсолютно никакого влияния не оказывают. По своему уровню исполнения, китайские, корейские и мексиканские маркетные овейшины, они просто глобально сейчас на порядок превосходят вот эти американские гитары, которые были раньше. В частности, у меня сейчас есть один американский овейшин, но я его, наверное, ребята, продам. И куплю вместо него еще один корейский или китайский. Потому что, ребята, время ушло. Вот те красавицы, которые были красавицами, когда мы были молодые и красивые, они на текущий момент уже стали бабушками. А сейчас, ребята, возросли совершенно новые красавицы. Так же самое и с гитарами. Вот те американские гитары овейшин, там, Кастом Леджент, Кастом Балладер, которые были заветной мечтой во времена, как говорится, когда Александр Яковлевич Розенбаум был молод и волосат, они на текущий момент не могут по своему уровню конкурировать с современными корейскими и китайскими инструментами той же самой фирмы овейшин. И вообще, вот если сравниваешь американский овейшин и китайский овейшин, вот, кажется, что американский овейшин, по сравнению с китайским, он сделан кривыми руками и каким-то рубанком. Там действительно вручную они сделаны. А тут, видимо, все-таки все, как бы работает 99, наверное, процентов технологии в автоматическом режиме. Поэтому, ребята, я рекомендую, покупайте корейские, китайские, заводские инструменты овейшин Мартин. Вы точно не будете в этих инструментах разочарованы. Потому что это уровень, вот, совсем другой уровень по сравнению с теми уровнем, который там был в этом Юг-Хартфорде в США, где там старые дядки рубанками и там при помощи своей личной ручной силы собирали эти гитары. Это уже, ребята, высокотехнологичные, классные, современные инструменты. Всем привет! Это был Игорь Северов. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А то переплатишь за американца. А можно было купить вот такого шикарного китайца и быть счастливым. И не носите вобны, в отличие от американца, каждый год к мастеру.